Интересно, что стресс сам по себе неплох, он помогает организму быстро реагировать на критическую ситуацию. Однако человек не должен постоянно находиться в этом состоянии. Сегодня в рубрике «Испытано на себе» будем избавляться от стресса с помощью йоги. Йога способна расслабить, разрядить и гармонизировать тело и ум. Те, кто занимается йогой, более устойчивы к стрессу, уравновешены и спокойны. Татьяна, так ли это? Да, Олечка, йога – это универсальный путь к вашему спокойствию. А как йога помогает избавиться от этих стрессовых напряжений? Это комплексы, упражнения, асаны определенные. Они просто направлены на изменение структурного тела, выравнивание структуры вашего тела. И главное – это дыхание. Контролируйте свое дыхание. Всю тренировку мы дышим следующим образом. Вдох. Это называется уджая. И попробуй вместе со мной сделать кончиком носа вдох. И прижав горловую щель, опустить выдох долго-долго-долго вниз. Расслабятся ли твои мышцы при этом? Давай вместе. Вдох. 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 Скажи честно, ты смогла долго выдохнуть? Ну вот на вашей половине я уже закончила. Какие упражнения наиболее эффективны для того, чтобы справиться с стрессовыми ситуациями? Вот приходит человек. Ты тоже йогой не занималась раньше. Нет. Стандартный человек приходит, скорее всего, боли в коленях. Ну вот он пожил некоторое время, походил на работу. Это колени, стрессовая такая точка, которая чувствуется в течение жизни. Это поясница, это плечи, это, возможно, шея. Вот этот так называемый горб здесь, который мешает хорошему кровообращению и энергии. Естественно, это определенный стресс. Сложи ладошки. Сделай у Джая, как мы с тобой делали. Вдох, выдох. А теперь на вдохе вытянись вверх. Просто вытяни все свои ребра вверх. Вот это вдох, потянись хорошо. Опускаешься вниз и попробуй сердца ладони положить на пол. Не получится, да? Нет, конечно. Согни свои колени. Согни колени. И руки положи на пол. Постарайся голову, расслабься сейчас. Молодец. И теперь пытаешься мягко коленочки свои выпрямить. И тянись головой к своим коленям, пытаясь оттолкнуться руками от пола и выпрямить свои ноги. О, тяжело. Так, поднимаешь корпус, плечи оттяни назад и опусти вот так вот их вниз. О, видишь, как хрустят твои чудные коленки? Шагаешь назад. Раз. От задней ноги вытяни сверху. Смотри, передняя нога опорная, правая. От нее ты толкаешься вверх. Вот в йоге есть куча... Вот смотри, что ты неправильно сделала. Ты такая размазалась. Это легко. Это ни о чем. А ну-ка поднимись. И почувствуй, как опорная нога дает вытяжение вверх. Разницу ощущаешь? Да. Почувствуй, как твоя задняя нога сейчас активизировалась. И продыши пару циклов. Вдох. Колени на пол. Оля, опусти ребра рядом с большими пальцами. Подними. Скажи мне, ты сейчас без стресса? Вот как ты себя сейчас чувствуешь? Нормально. Нормально, весело, нету стресса. Ложись. Подними таз, колени в пол. Тяни копчик вверх. Руками как будто отталкиваешь от себя ковер. Спину свою чувствуешь ярко? Да. Дыши. Следующее. Вытяни руки. И размажься ребрами на полу. Плечи вдави в пол. Почувствуй, как плечи твои растянули прямо. Лопатки вниз. Вот это вот снимает напряжение в плечевых суставах. Следующее. Скручивание. Левую руку в сторону. Твоя ладонь на линии плеча. Вот упражнение, которое мы сейчас делаем, шикарно прорабатывает плечи и поясницу. Правую руку возле правого плеча на пол. Согни правую ногу. И опусти ее назад. И вытянись, вытолкни себя назад. Вторую ногу рядом. Копчик вперед толкни. И толкай оба колена назад. Заднюю руку чувствуешь сейчас? Да. Правую. Да. Молодец. Тянись. Дыши пару циклов. Откат назад, в позу кролика поднимаешься. И оттягиваешься. Выдох. Расслабься. Дышишь пару циклов дыхания. Глубокие вдохи и выдохи. Смотришь перед собой. Переносишь вес. И пяточки кладешь в пол. Все позиции перевернутые очень полезны для психики. Держи. Я тебя подкорректирую. Нужно переворачиваться. Все перевернутые позиции очень полезны. Стопы параллельны. Руку еще больше назад. И вытолкнись. У тебя две руки, как два рычага работают. Колено достаточно жесткое. Позвоночник чувствуешься? Подыши пару циклов. Руки в стороны. Согни правую ногу. Приподними ее немножко. И не отрывай плечевых суставов. Держишь плечи. Заворачиваешь правую ногу влево. Продолжаешь заворачивать. И своей левой ручкой прижимаешь колено правое в пол. И глубокие выдохи для расслабления поясницы. Татьяна, скажите, пожалуйста, а упражнения для мужчин и женщин одинаковые или есть какие-то отличия? Есть отличия в выполнении, которые демонстрируют мужчины либо женщины. Асаны универсальны. А сколько должно длиться занятие? И сколько раз в неделю? Желательно через день. Три раза в неделю. Полтора часа. Час сорок. Вполне достаточно. Есть медитация замечательная. На звуки. Звуковое восприятие мира. Для этого вы садитесь с ровной спиной. Вы начинаете чувствовать кончик своего носа. И вдох-выдох. Пару раз ощущаете собственное дыхание. А дальше, Олечка, закрой свои глаза. Расслабь мышцы лица. Ресницы не дрожат. И прислушайся сейчас ко всем звукам вокруг себя. Ни одной мысли в голове. И потом ты делаешь глубокий вдох и глубокий выдох и открываешь глазки. Вот это медитация на звуковое восприятие мира. Спасибо. Йога не только эффективный метод снятия стресса, но и отличное средство от повышенной тревожности. Занятие переносит внимание на ощущения тела и дыхания, помогает умереть беспокойство, а также избавиться от лишнего физического напряжения.